Всем доброго времени суток, особенно любителям Таро, тем кто увлечен от эмотической системы, а также тем просто кто заглянул сюда ради любопытства. В данном видео хочу представить вам обзор на колоду Haunted House, дом с привидениями. Это новинка этого года, изданная колода, скажем так, был ее релиз в июне 2018, она появилась в свет. Страна производителя Италии и, как я думаю, вы уже догадались, производитель Лос Карабел. Итак, вот такая колода, вот вы можете посмотреть, да, с двух сторон. Так, эта колода позиционирует себя, знаете, как рассказ о герое, то есть шута, который прибыл в дом с привидениями. И, открывая каждую дверь вот этого мистического места, сталкивается с ужасами дома. Но тем самым, знаете, как раскрывается его прошлое и будущее. Колода, знаете, сделана в стиле фэнтези, немного смахивает на фильме ужасов, но, тем не менее, по мне, все равно является очень добродушным. Так, сейчас мы отыщем оставшиеся карты. Итак, что же у нас здесь в колоде? Давайте смотреть. Вот традиция. У нас есть две пустые карты. Вот одна идет, как рекламка, да, от Лос Карабел, а вторая пустая, которую вы можете использовать, либо не использовать в работе. Это уже на ваше усмотрение. Вот такая вот здесь рубашка. Очень такая интересная, действительно, замечательная прорисовка. Все, как краски сами, очень сочные, яркие, прям как погружаешься. Весь этот мистический мир. Вот, инструкция. Инструкция, к сожалению, здесь не на русском языке. Как видите, здесь английский, итальянский, испанский, французский, да, и португальский. Вот, краткая МБК, ничем не отличается от стандартных. То есть, минимум информации. Могу сказать так, если вы новичок, вам здесь нечего будет подчеркнуть. Поэтому данный буклет не является каким-то особо информативным. Что могу вам сказать? Помимо всего прочего, почему не подойдет колода новичкам? Потому что здесь только нумерация. Не прописаны названия арканов. Помимо всего прочего, нет языка. То есть, она не англоязычная, не мультиязычная. Здесь присутствует только нумерация. Размер карт 6,6 на 12 сантиметров. Она, в принципе, удобно ложится в маленькую женскую руку. Поэтому, если вы переживаете, что с картами вам будет некомфортно работать, то, скажем так, ваши опасения напрасны. Итак, давайте смотреть. Вот начинается путь шута. Безусловно, мы с вами начнем со старших арканов. Буду вам подносить их как можно ближе. Вот у нас непосредственно шут. Вышел он из бездны, да, бежит девушка. Начинает свой путь в этот дом с привидениями. То есть, вот по сути, да, обычно у нас шут изображен на обрыве. Здесь она, наоборот, бежит с этого обрыва. Вот маг. Маг, человек, себя позиционирует. Ну, вот я читала, как в этом МПК. Вы можете, безусловно, сами перевести. Если у вас нет проблем с английским, вы так поймете. В общем, здесь аркан позиционирует себя как человек, от которого, от глаз которого не ускоризнет любая мелочь. Который четко за всем следит, под неусыпным контролем которого находятся абсолютно все вещи в доме. Ну, и тем самым он знает, какую дверь открыть. И у него все инструменты при нем. То есть, может в этом доме творить массу чудес. Далее. Жрица. Вот такая вот жрица. Здесь вот прорисовка аркана, по сути, и смысловая нагрузка не отличается от классики. Жрица у нас по-прежнему это символ знаний, мудрости, интуиции, целомудрия, тайн. И вот знаете, какие-то хитросплетения судеб. Вот книга судеб у нее в руках. То есть, здесь все стандартно. Скажем так, не совсем стандартная здесь императрица. По поводу того, что прописано в МПК, она, знаете как, беременна идеей рождения. Вот она как бы своим светом, который идет от лампы, освещает все вокруг. То есть, скажем так, все, к чему она прикасается, имеет рост, имеет плодородие. Вот основной смысл этой карты. Да, здесь нет животика. Вот эта вот коронная звезд, которая в классике у нее на голове. Она здесь в виде браслета на руке. Но смысл остается тем же. Хозяйка дома, цветущая женщина, которая находится в самом расцвете сил, которая может подарить наследника. Ну, то есть, здесь все стандартно. Император. Хозяин дома, охотник за привидениями. Еще так он здесь называется. Страж порядка, страж контроля. Вот почему-то они здесь перекликаются с магом. Вот покажу вам так поближе. Так, жрец здесь вообще нестандартный. Здесь именно жрец четко показывает и указывает на обряд экзорцизма. То есть, изгнание дьявола, бесов и так далее. То есть, здесь никаком браке, например, речить и не может. Карта указывает на традиции, на ритуалы, на обряды. На, в целом, на религию, либо принадлежность тому, либо иному эгрегору. И на обряд очищения. Так, влюбленные. Но здесь сто процентов, как вы видите, уже по рисунку. Прорисовка сама об этом говорит. Ситуация любовного треугольника. Вот пламя страсти. Да, вот это вот красное покрывало, в котором они находятся. И вот в зеркале отражается третье лицо, которое за ними наблюдают за дверью. Ситуация выбора. Далее, колесница. Ну, как прописано в колоде, здесь вот этот вот водитель указывает нам на то, что пора двигаться в путь. Пора развиваться, двигаться дальше, стремиться к новым целям, брать что-то себе новое на вооружение. Как всегда, карта говорит о переезде, смене места жительства, просто о поездке, либо путешествии. Если вы в целом указываете на то, что там сбудется, не сбудется загаданное вами, то однозначно да, потому что по колеснице это всегда идет прогресс в развитии вашей ситуации. Сила. Сила, видите, какая нестандартная. Здесь нет льва, вот здесь нет миската. Здесь просто, как показана женщина, которая обладает силой. Сила рук, сила магнетизма, сила взгляда. Вот, понимаете, у нее даже во взгляде прослеживается и сила, и эротизм, и, вы знаете, как призывает. Ну, вот, вот налицо манипуляции, управления другими людьми. То есть она может себе починить волю другого человека. Отшельник. Здесь по отшельнику, это он ищет, знаете, как, здесь не изображено кладбище, но как там было прописано в вот этой вот брошюре, то он ищет место, свет, куда подевались призраки, да, то есть он разыскивает призраков, дабы очистить дом от их, скажем так, присутствия. Вот этот его свет, вот девушка, которая за ней наблюдает, боится, а вот он такой бесстрашный, находит выход из этой ситуации, то есть хочет разогнать и свои страхи, и свои сомнения. То есть это, знаете, как крепость воли, верность своим традициям. Помимо всего прочего, человек ничем является, как сказать, непреломным. Вот если он решил идти до конца, он идет до конца, потому что его вера сильна, его свет силен. Вот здесь колесо фортуны, как прописывает карта, вот видите, здесь все изображены, все вот стихи рядом, покажу вам поближе. Здесь просто колесо фортуны указывает на стечение обстоятельств, ну, как какое-то вот колесо года, важный жизненный поворот. Но почему-то именно в брошюре прописано, как это то, что связано непосредственно с судебными делами. Иски, судебные решения, какие-то соглашения, не знаю, с чем это связано, но, по крайней мере, так прописано. Не совсем с этим согласна, безусловно, я думаю, вы найдете здесь свой смысл, у каждого будет отыгрываться по-разному. Но такое описание идет в колоде. А вот непосредственно правосудие. Здесь изображена медсестра, это знаете, как вот ключик у нее на поясе висит. То есть она как взвешивает на чаще весов, кого лечить, кого не лечить, либо какой дозировке дать лекарство. И вот ключ от этого ящичка с лекарствами находится у нее. То есть, знаете, как все взвесить и не навредит. Вот основной принцип правосудия. Соблюдать меру, соблюдать баланс, несмотря на то, что это карта правосудия, а не карта умеренности, но тем не менее. Это как позиция 7 раз отмеря, 1 отрежь. Повешенный. Вот замурован в стене, но здесь это, знаете, больше как играет скелет в шкафу. Это вскрытие ваших старых проблем, ваших тайн, помимо всего прочего. Ситуация, которая зависла. Кстати, именно в этой колоде прописано, что это тоже указывает на беременность. Потому что, как вы все знаете, повешенная это ситуация вынашивания. Поэтому, когда вы смотрите вопросы зачатия беременности, повешенный говорит нам, что да, например, вы находитесь в состоянии вынашивания ребенка. Вот именно здесь в этой колоде прописано. Далее, смерть. Это, знаете, как говорит колода о том, что здесь леди переходит из одного, знаете, как вот мира в другой. Как между мирами, между пространствами. Она преодолевает время, преодолевает какие-то, ну, знаете, как вневременные, я бы так даже сказала, вы знаете, как из прошлого в настоящее в будущее. Вне времени возвращается, либо появляется вновь смерть. Ну, вы же знаете прекрасно, да, что у некоторых бывает и клиническая смерть. То есть она может человека раз до ним прийти, и второй раз. Вот это, знаете, как вот здесь это показано перемещение вне времени. Ну, вот колода здесь, кстати, по своему описанию немножко отличается от классики. Вот здесь четко говорит о том, что здесь смерть не из позиции смерти, а с позиции болезненной, либо неожиданной трансформации. Например, когда у вас трансформация была, вы не ждали, она раз, опять вернулась, то есть опять вас накрыла. Ну, вот так здесь прописывается. Так, умеренность. О чем здесь говорит колода, как себя позиционирует эта карта? Вот соблюдать баланс в том, чтобы не только дать человеку вкусный напиток, но и завести еще душевную беседу, чтобы избавить человека от внутренних блоков, комплексов и обид. Помочь ему обрести внутренний баланс, гармонию. Так, аркан дьявола. Ну, здесь четко прорисована зависимость. И, как говорит карта, в ваших силах решать, будете вы зависимы или нет. Вот на цепях повесили мужчину и женщину. Только дьявол в виде здесь в виде женщины. Кстати, в этой колоде карта дьявола указывает на наличие любовного треугольника. Башня. Ну, башня, по сути, стандартная. Резкое крушение ситуации, кардинальные изменения. Причем не всегда в лучшую сторону, так как вы знаете, что башня все-таки несет за собой негативный аспект. Вот такое вот интересное исполнение, интересная прорисовка. Звезда. Мне здесь очень нравится. Почему? Потому что здесь не только карты, знаете, когда вот загадывают желания, но и в то же время она несет с собой исполнение надежд, задуманного вами. Так, Луна. Луна тоже здесь не классическая. Она больше говорит о каком-то таинстве, иллюзиях, сновидениях, скрытой информации, о желании прислушиваться к вашему подсознанию. Потому что, как говорит здесь, идет какая-то скрытая информация, полученная либо через сновидение, и сновидение, либо при работе с вашим сознанием и подсознанием. Теперь. Солнце. Солнце классическое, да, вот солнышко, вот подсолнух символ под дороги, а девушка, ну, такая, знаете, вот расслабленная, спокойная, умиротворенная. Так, а вот смотрите, какой здесь суд. Вот именно в этой колоде, видите, как мать забирает свое усопшее дитя, и вот мертвое стоит. Это, знаете, вот по сути, как трактуется, когда мама, ну, вот только, грубо говоря, отошла, умерла, и встречается со своим чадом. Вот такая ситуация воссоединения. Аркан не несет в себе негативный смысл, не думая ли, что кто-то начнет умирать, нет. Это говорит о том, что вот то, чего вы ждали, посоединиться, стать единым целым, быть семью, как Аркан, по-прежнему является семейным. Вот здесь это налицо. Мир. Вот ситуация завершения, ключ в руках, то есть вы полностью курируете ситуацию, вы добились своего, подошли к какому-то логическому завершению. Карта празднества, карта, знаете, как хорошего, знаете, ну, и внутреннего самочувствия, да, и эмоционального, и внешнего, вашей внешней подачи. Когда вы целостны, у вас полностью целостная оболочка. Вот поехали, масть Пентакли. Так, Туз. Ну, стандартная здесь прорисовка. Конечно, если вы новичок, с этой колодой, возможно, вам будет тяжеловато работать, но, тем не менее, так очевидно, что карта богатства, благосостояние новых возможностей. Вот двойка Пентакли здесь как прорисована, да, с позиции дуальности, ситуации выбора. Но вот здесь как бы нет баланса, вот понимаете, они как единым целым, как неразлучное. То есть это указывает часто на совмещение двух работ, двух партнеров. То есть нельзя сказать, что вы соблюдаете здесь баланс. Вы просто целенаправлено, целенаправлено, вы не собираетесь отказываться от второго варианта. То есть для вас не существует другой возможности, только два варианта и никак иначе. Причем одновременно. Теперь, вот смотрите, какая здесь своеобразная тройка Пентакли. Понятно, что тройка Пентакли чаще всего это карта работы. Указаны какие-то рабочие аспекты, либо оттачивание мастерства. Но здесь, это знаете, как карта оттачивания мастерства через болезненный опыт. Когда вот, в принципе, мужчина уже сделал выбор, вам от этого больно, он пытается вас поддержать. Но, как говорит Аркан, этот бой, этот опыт вы должны пройти сами. Горький опыт, тяжелый, но тем не менее полезный. Четверка Пентакли. Вот маленький Плюшкин с этой монеткой, да. Желание сохранить свое. Здесь нет каких-либо изменений. А вот здесь пятерка Пентакли, как изображена. Видите, вот эти вот крабы повлазили. Вот холодно, все замерзло. Тем не менее, как ползут к стенам храма, видимо, и согреться. Ну, потому что холодно на улице, замерзают. Так, шестерка Пентакли. Карта помощи. Карта благоденствия. Причем, понимаете, тут помогать не только нищим, вот с позиции этой карты, а и тем, кто вам насолил. То есть иметь благородное сердце, благородную душу. Безусловно, вы взвешиваете на чашу весом. Кто нуждается в вашей помощи, кто нет. Но, тем не менее, это знать, быть, знаете, быть более благородным по отношению к другим. Семерка Пентакли. Вот ожидание плода вашего урожая. И вы понимаете, что вас эта ситуация порадует во всех смыслах. Потому что вы видите, какие плоды перенесут. И единственное, что вот здесь, знаете, как девушка задумалась. А сколько же по итогу, например, будет цветов, да, и так далее. То есть она ожидает какого-то большего результата. Восьмерка Пентакли. Карта упорного труда. Здесь мы видим, проходит ритуал. Почему упорного? Потому что вы знаете, что все вещи такого плана необходимо выполнять строго и поэтапно. То есть нельзя допускать малейших ошибок, чтобы этот ритуал сработал. Собственно, это здесь и прорисовано. По девятке Пентакли. Суть и свои не меняют. В принципе, близка к классике карта. Десятка Пентакли. Смотрите, как красиво изображена, да. Вот такая вот красивая книга, которая стоит на постаменте. И на фоне вот зима, домик и хутор какой-то. Ну, вот очень интересная задумка. Так. По шпитакли. Карта обучения новых знаний, нового опыта. Рыцарь Пентакли. Ну, здесь изображена сова. Отличается только тем, что здесь как бы накопление мудрости, опыта и использование мудрости в своих целях. Королева Пентакли. Символ плодородия, материнства, благосостояния, терпимости. И самое главное, это знаете, как, ну, выка прописана здесь, женщина, которая может врачевать травами. Смотрите, какой красавец, король Пентакли. Владыка всего и вся. Так. Туз жезлов. Называется зажечь. Карта импульса, карта знакомства, карта влечения, страсти, чувственности. Карта ваших новых начинаний. Двойка жезлов. Здесь изображен сеанс спиритизма. То есть, знаете, куда вот вас поведет, куда рука сама дернется, да, какое известие вы получите. То есть, прислушиваться к внутреннему голосу, чтобы сделать правильный выбор. Тоже еще вот так вот. Либо получить достоверную информацию. Тройка жезлов. Здесь называется, знаете, как, не бояться идти вперед, идти на пролом и достигать своих целей. Несмотря на какие-то свои страхи, движения вперед. Четверка жезлов. В классике, если вы знаете, это карта семьи, стабильности, сбора, урожая. Здесь по четверке жезлов это карта жертвоприношения. Это, знаете, все равно карта сообщества, карта культа. Не могу сказать, ну, по-своему семьи, да, потому что здесь изображена секта, сектанты. Но, тем не менее, это, знаете, карта единства. Если с позиции отношений, то, по сути, значения остаются тем же. Возможно, что здесь может говориться, что необходимо провести какой-то ритуал для укрепления ваших отношений. Ритуалом здесь подразумевается, например, ситуация бракосочетания, либо венчания. Пятерка жезлов стандартная, вот карта борьбы. Шестерка жезлов карта победы. И вот, видите, она пытается, как практически уходит от этих вот товарищей, да. Семерка жезлов это желание отстаивать, умение отстаивать свои позиции, свои интересы. Восьмерка жезлов карта скорости. Ну, в классике, вы знаете, это карта перелета, переезда, сообщений, интернет, связи. Ну, здесь, собственно, это изображено. Девятка жезлов. Ну, это, знаете, как, несмотря на какую-то закрытую ситуацию, это найти выход, найти свет в конце тоннеля. Десятка жезлов. То, что, несмотря на то, что вам тяжело, вы скованы по рукам и ногам, и время растяготит. Как говорит эта карта, вы либо можете все сжечь, да, отбросите тяго в любой момент, либо же в целом, даже если вам вот уже везде горит, вы стойко вынесите все тяготы. Потому что вы понимаете, ради чего это вы делаете, ради какой цели. Так. Паз жезлов здесь у нас указана. Карта каких-то внезапных сообщений. Карта скорости, карта движения, карта дороги. Рыцарь жезлов. Какая здесь у нас, видите, летучая мышь. Какая-то разгоняет тьму. Карта такого огня, карта страсти. Королева жезлов, смотрите, какая красотка здесь вообще. Вся в огне огненная женщина. Вот этот король жезлов, спаситель. Мужчина, который достанет вас и возгорнит из пепла. Пуз мечей. Именно здесь эта карта разрыва чего-то резкого, именно в этой колоде указывает на суицидальные мысли, либо суицидальные поступки. Двое-то мечей. Вот. Ну, вскрылок. Согласно классике. То есть здесь ничем не отличается. А вот тройка мечей, посмотрите, какая интересная. Забивает кол в сердце. Это то, что, знаете, вас как-то как убил, как сразил. Вот здесь аналогичная ситуация. Четверка мечей, карта покоя, застоя. И знаете, как отпустите свои страхи, вы сами их культивируете. Пятерка мечей, карта противостояния, злобы, мести, озлобленность, либо напряженной обстановки в коллективе, в силе, но не важно, в той атмосфере, где вы находитесь. Шестерка мечей, это движение на пролом, несмотря на какие-либо преграды. Вот семерка мечей, карта интриг, хитрости. Может, тогда даже предательство здесь символизирует. Но это, знаете, как желание просчитать шаги ваших врагов на несколько этапов вперед. По восьмерке мечей здесь классика. Ничем не отличается. Девятка мечей аналогично. Карта страхов, депрессии, бессонных мечей. Десятка мечей говорит о том, что, несмотря на то, какой бы у вас ни был трагичный конец, разрыв ситуации, увольнение, смерть близких, после ночи всегда наступает рассвет. Поэтому любой конец – это всегда новое начало. Так, паж мечей. Попытки, как я говорю, прощупать на прочность, собрать информацию, что-то, знаете, осветить, увидеть значимое, увидеть нужное. Рыцарь мечей – карта импульсивных молниеносных действий. Отъезда, переезда, ссоры, разрыва взаимоотношений и так далее. Королева мечей – женщина аналитического склада ума, для которой ментальный план – это все, самодостаточная, свободная. Либо это карта женщины разведенной, либо вдовы. Король мечей. Видите, какой интеллектуал. Граф шахмата. Туз-кубка. Вообще замечательный. Энергия жизни, любви бьет ключом. Ситуация рождения или возрождения. Двойка кубков, согласно классике, карта партнерства. А вот тройка кубков здесь немножечко специфична. По той простой причине, что здесь вы либо тонете сами, втопите сами себя в своих эмоциях, либо ситуация вас, знаете, вот накрывает головой. Неважно, эти эмоции позитивные, либо негативные, но тем не менее вы просто от них утонули. Не знаете, как отсюда выбраться. Тоже часто карта указывает на ситуацию любовного треугольника. Вот четверка кубков карты депрессии, хандры. Пятерка кубков – вот карта эмоциональных потерь. Шестверка кубков – карта прошлого, семьи, родственных связей, примирения. Так, ну здесь все, согласно классике, трудный выбор. Здесь карта ухода. Карта довольства с жизнью. Десятка кубков – карта семьи. Паш кубков – карта влюбленности, любовных сообщений, любовных терзаний. Рыцарь кубков – карта ангела-хранителя, карта предложения руки и сердца, положительных известий, приезда, переезда и так далее. Королева кубков – символ интуиции, чувственности. Ну и король кубков – уже вот такой эмоциональный хозяин положения, который пытается контролировать свои эмоции. Ну вот такая замечательная колода. Мне она очень нравится. Не знаю, кто-то видит ее готической, кто-то нет. Надеюсь, она станет для вас очень хорошим, полезным инструментом в работе. Для кого-то просто, может быть, как жемчужиной коллекции. Но тем не менее, я уверена, она не оставит вас равнодушными. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях. Понравился вам обзор или не понравился, или какие у вас есть вопросы по колоде. Приобрести эту колоду вы можете… Я приобретала на украинском магазине AnimaShop.ua. Ссылку могу кинуть под комментариями. А также приобрести можете абсолютно в любых магазинах. На Амазоне, на eBay, либо в магазинах той страны, в которых вы проживаете. Ну, а я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok